Уберутся на пол Ревность не ушёл Да, я думаю, что у меня время Он дал по шипашке Так, сейчас Дай зубы, адмирал, по мне Да В этом условии вам надо будет минимальный ДПС давать 12000 Бля Постоянный ДПС должен возбуждать в районе Ну, который 10 будет дать В Т-15 можно отдать, ой, в Т-5 можно отдать А в другом нет Типа Минус 500 СПД Ну такое В тот момент, когда ты 15-я, что с юлками не давал Ха-ха-ха Очень интересно Ха-ха-ха Ха-ха-ха Ну, это я беру постоянно На протяжении всего оба На брустах, естественно, будет лучше Примерно средний ДПС должен быть там держаться в районе 13 Чтоб на верочку какую-то, да Чтоб, ну, напрягаясь Если напрягаться, то... Всем привет Привет Я Сова, ну, ничего не знаю Я, я как будто в танке Я так понимаю, а мне в хиле? А ты думаешь, почему он тебя в рейде взятит? Ммм, ну, с учетом того, что мне Мозор говорит, минимум 35к хп Ты в танке Ты, пианис-то забайтил на эти усилки? Что? Можно же в медведе прыгать и все такое Искусственно хп поднимается Радость вам Какие-то не тогасы Ну, типа и кожу жать, ну У меня еще алхимка стоит Вообще, по-хое Их взятие сила Чисто вульперы будут Да, еще вульперы Сколько там, 7%? Да Плюс еще 100 на 1, ну, 2 секунды где-то Не знаю, в элемах Нет Один скажет, что тут может быть полезным Как-то только не лезть Дайте, а по одному, по два будут Сам бросил чуть Все равно Что-то не получилось Пока-пока поражался Рейд будет по сюда Ты-то поражался, молодец, Рейда что делается? Я не с ним, видишь, он насадку дал Как? А кто спросит? А, не достовер А, не достовер Я, там же убрали, да, трешут И ее убрали только вверх Вверх Ну, хотя бы, вверх но кучка установил граф кусты я его ладно адмирал близко попросту при Субтитры делал DimaTorzok Всё, подойду Стан, стану в диспансе Я уже здесь так ШтХрик Скаж 분들은 поездкс Вved кais от щас Чак из-за того, что и с точки ещё не отличный Продолжение следует... 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 Плох... Продолжение следует... 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 против часовой стрелки по кругу. Милики при этом ДПС не теряют. Вся надежда на миликах. Основной ДПС будет с вашей стороны вносить. Потому что РДД зоне немножко будут перебежки. Милики даже на Белу могут нажимать ротацию и дальше дамажить босса. Дальше РДД зона. Стоите на внешнем кругу. Вся РДД зона. Единственное, что хилы. Пуси, Кирс. Не, Пуси. Элгрил и Мотиола. Вы будете стоять в ромбике от той метки, которая ближе к кругу. Вам там будет основная задача, если держать лужи. Лужи там особо не пририсовываются. Но в сферу того, что босс будет переводиться против часовой стрелки, чтобы у вас танк не пропадал с рейнджа от хила, вам лучше будет там стоять отдельно троим человеком. То есть, троем будете просто там стоять. И вам там минимальные перебежки нужны будут, чтобы прохиливать. Адмирал, Дима и Элбриум и Кирс вы будете стоять в этом. Блять, как его? В РДД зоне. Вся РДД зона будет стоять вместе плюс-минус. То есть, не обязательно там уже стоять. Ханты можете немножко подальше стоять. Не обязательно там кучно стоять. Можно немножко между собой рейндж набрать. Но так, чтобы на одной линии. Чтобы даже когда появится лужа, вы могли перебегать. Мне вроде говорил с Матиолой в ромбике стоять, нет? Ну, блин, я перепутал. Короче, ты с Матиолой в ромбике, Кирс, Дима и Адмирал стоят там. С РДД зоной. Дальше. Дальше наших действий. Босс. Бьем босса. Летят перья. Прилетели перья сразу под каст. Под конец каста перебегаем вперед. Просто пару шагов вперед. Сзади появились... Квадратов трусы или мы пойдем... Против, через свой стрел. Против. Против. Вот. Появились перья. Пошел каст. Под конец каста просто пару шагов вперед. Стоите дальше дамажницы. Силы хилят и тому подобное. Второй каст прошел. Появились мобы. Тоже пробежали чуть-чуть вперед. Стоим дальше хилим. Стоим дальше хилим. Появились мобы. Что мы делаем при появлении мобов? Ближних мобов. Ближних мобов. Которые появляются под боссом. Их контролить не надо. То есть, которые будут появляться в лужах от мили зоны. Контролим. Четыре лока контролят мобов. Которые будут позади вас появляться. Вот вы стоите, грубо говоря, отбежали от двух, два раза от луж. И сзади вас будут появляться там пять мобов. Примерно. Четыре моба вы даете. По четырем мобам вы даете бан. Смотрите там. Сами приоритетнее разберитесь. Как вам лучше это будет делать. Плюс ханты. Тоже трапы можете поставить. Вот именно этих мобов надо контролить. Те, которые под боссом будут взрываться, появляться. Их не надо. Которые от мили зоны. Они с первыми дойдут до босса. И у нас получится, что если все правильно. Ну, если последних мобов мы законтролим. То у нас как раз промежуток по времени совпадет так. Что у нас взорвется сначала два-три моба. Потом еще два-три моба. И в конце тоже там по два-три моба. Смотрите дальше. Позиционку вы не нарушаете. Не сбегаетесь под босса. Ничего, стоите, профиливаетесь там, где вы стояли. Дальше. Идет следующий каст луж. Даже если мобы, даже если мобы остались. И будут доходить до босса. Чего страшного. Следующая моба не появится, пока не пройдет два каста луж. То есть два каста перья. Поэтому даже этот промежуток, если мобы будут взрываться в этот промежуток, когда будут появляться, когда будут лететь перья. Нихуя страшного нету. Как показала практика, это все заебись. Мы можем так делать. Появляются следующие мобы. Появляются следующие мобы. Что делаем дальше? То же самое. Локи в дальнем контроле, которые ближе к боссу, сразу идут к боссу. По поводу сейвов. Единственное, что Адмиралы тебя требуют, это сейвить РДД-зону. То есть приоритетнее весь абсорб и раскидываешь на РДД-зону. РДД-зона меньше всего ХП, так что абсорбив в большей степени хилов и РДД. По сейвам на первом взрыве мобов ни хуя не даем. Вообще я хочу посмотреть, что будет без сейвов. На втором взрыве мобов, когда вторые мобы появятся, отдашь купол ПРДД-зоне, там где будешь стоять. И на третьем, на третьем там посмотрим. В зависимости, я может массакру прожму, мастер ауру пусть я отдаст на огонь. То есть там уже будем смотреть по факту, смотря как будет прошибать. По поводу ДПСа, по поводу ДПСа, ваши тайминги. Бьете босса, пока нет перьев. Полетели перья, сдвинулись пару метров вперед, дальше бьете босса. Потом снова сдвинулись пару метров вперед после очередных перьев, дальше бьете босса. Появились мобы, дальше бьете босса, за исключением локов и хантов. Локи законтролили, ханты законтролили, все остальные дальше бьют босса. Милики, смотрите аккуратно за стаками на боссе. Особенно у тех, у кого две одноручки. Потому что у вас они будут набираться очень быстро. Они тоже нихуево дамажат. То есть банально из-за этих стаков, при взрыве мобов, вы можете лечь. И самое-самое интересное. По поводу танков, у нас два танка будет, два танка, то есть я кислый. Не знаю, как получится, но урона будет много по танкам лететь. Так что пусть и там остальным хилам постоянно держите танк. Да юре-во. Ты понимаешь, что если в два танка нам держать его придется по минуте? Я хочу попробовать сначала урон, а дальше уже подумаем. Два вызова мобов мы продержим. Не волнуйся. Сапрот и пьем обязательно. Так, сырыбу поставил. А там у Пуси хп немало. Смотрите. Пуси я буду дефать, не волнуйся. Пусть я ланджертвенности закину, пусть и есть бабл, если что, прожатся. Пуси за дефу. Скай хили танков, я его специально из-за этого. И плюс Адмирал на Пуси будет постоянно держать щит. Да, Адмирал? Постараюсь. Вот, я просто хочу смотреть, как оно будет работать. Дальше будем. Так, фарадею даю кассу. Так, дальше это по поводу фарада. Если ты видишь, что много мобов идет, в районе 6, да? О, блять. Законтроливаешь их. Вынеси на панель. Я замедлую по мобам. Фрост болтами кидаться в них. Замедло от Близзарда работает только если во фрост ветке будет. Ну, значит, тогда похуй забить. Такого не должно быть. Требай крутился. Даю проверку на баф и на похуй. Новый не работает на них. Если кому-то не хватает, скажите. А кто танчит первый? На кислого первого напулю. Кто на рыбе сидит? Банк. Первый? Первый напулю. Слова. Первый напулю на кислого. Леха, есть такие? В крестик ставишь босса в кресть. Когда пойдет первый кассерев, я уже буду в луне. Затанчу босса. Или ты просто отведешь. В зависимости от стаков, как будут. Все, все здесь, все готовы на позиционку. Леха, дай ассистра. Оповещение рейда должно заработать. На позиционку становимся. Мелики в крестик. Хилы, которые отдельно должны стоять. Ромбик, звездочка. Гадать в этой стойке, чтобы вам было комфортно. Так, все, все готовы. Кисло на позиционку. Мозор тоже на позиционку. На пуле шала. Все по готовности. Мозор можешь пулять. Каст пошел. Мелики, вам не надо отдыхать. Ну да, кто там поближал. Умирал те обзор. Блядь, земли. Обзор был, у меня лагерь ебанистические начались. Проводи вперед, кисло. Сразу минус. Кисло вперед проводи в лагерь. Мелики, стоим на месте. Лужик у вас появится. Вперед пробежали. Ищи. Сделать. Сташ, когда запросили. 6 моба взорвало. 2 моба вижу. 2 моба. 2 бана. А ничего, что не ауры от огня, не тотема от огня. Все, а это тотема от огня. Отстаем. Все то же самое. А чекерус полу не даем сейчас. Терресгорн слакер. Что-то мне кажется, старая тактика была получше. В чем? Что все пересчутся в РДД зону улетели? Мы стоим слишком близко к боссу. Да, мы близко к боссу. Прибегать и не успеваешь. Там очень много урона прилетает. Ну, станься дальше. Это, в принципе, метки стоят. Если стоять дальше, то нужно тогда босса ближе вот в этом кругу делать. Ну, типа, чтобы мы, так скажем, бегали по внешнему кругу, он должен стоять, но что-то не в центре, получается. Знаешь, как на рэнж каста... Так стена, понимаешь, стена... Я просто поставил сюда, поставил к стене, и встать на рэнж каста. Вы не можете встать на максимальную рэнж каста. Пиштай нахуй, тут стена вообще. Я просто поставил примерно метки. Сто процентное ваше положение. У всех каст рэнж каста разные, и мы все будем обселить в разные стороны. Так, даю проверить. Лех, колодец, куда лучше, подтанковывали в РДД зону кинуть? Куда? Баф, откровите. Куда? В РДД зону. У нас РДД зона будет дохнуть, у нас мили-зона не будет дохнуть. У нас РДД зона будет. Раздавай-ка, оставь тотем на монорег, то в общем монорега нету. Как от огня поставьте? Я ставлю от огня, у нас нет монорега, понимаешь? Да, у нас есть там. Адмирал здесь. Адмирал? Да, я шкала перезагружусь. Когда бой начался, мне, блядь, почти слайчо начался. Леша, как вот этот касс называется, когда я перебегаю еще раз? Пладение пламени. Пладение пламени. Окей. Вам не обязательно стоять вот так, как вы стоите. Вы можете встать, немножко убрать поли. На рейнже друг от друга. Вот так по линии. Он не обязательно стоять всем в одном месте. Нам нужно стоять, типа, если по линии, то эта линия должна быть, так скажем, перпендикулярна боссу, чтобы мы бегали по кругу, тогда кто с минимальным рейнжом стоит ближе к кругу, кто с дальним, стоит дальше. И когда мы перебегаем, так вот, перебегаем вправо, то те, у кого минимальный рейнж, ну не будут вот тех, у кого максимальный, ну и наоборот. Срада, идешь в мили-зону, короче, дамажишь в мили-зону. Дальше это. Простя тоже идешь в мили-зону, дамажишь в мили-зону. Вам будет проще, Фарада просто блинг нажмет. Простя тоже перебежит, мили-зону меньше, так что там аж-зону смели заходить. Что, готов, нет? Да, бафа тут отдайте. Ману попей. Все, даю проверку. Все, все готовы, поехали. Простя, пошел. Простя, пошел. Долго реагируйте. Ну а куда прям до корсовкил бежал? Кашки. Каст, пошел, смотрите, под конец каста перебивает. Забирает. Мобы появились. Дальних контролей. Первая. Блядь, один моб лишний дошел. Сколько? Шесть мобов дошло, да? Ну шесть, так, сверхновый был. К моему абсорба не было, когда сложил у нас. Не ври. Два ляма, пусть из-за вышла абсорба с этим. Четыре бафов не видел на себе. Четыре моба за контролем. Удара. Вы втроем недосягаемости. Два ханта плюс четыре лока. Вы должны пять мобов. Законтролить минимум. И перейти мобок, все нормально там проживало. Пять мобов надо законтролить. Короче, ладно, тогда дополнительно парада одного моба законтролишь. Форс болтом? Без разницы, чем хочешь. Там замедло на сорок процентов. Без разницы, главное, чтобы один моб позже дошли. Четыре моба, даже если пять под дефами взорвутся, нам похуй. Не работает, блядь, кольцо льда, умники. Я хочу с ДПСом нормально все, нам хватает ДПС? Я не знаю, ДПС. Сколько Берса по времени? Я сейчас смотрел... Я сейчас смотрел... Сейчас, по-моему, для 7,45. Вроде. Но умножьте. ДПС-сорайду, вот. 240 на 5000. Это без... Не, по-моему, я не дамаживаю. Я смотрел урон, который... Приходите. Разве я удавалю? Да. Да. По-моему, мы нихуя не дамажим. Значит, приплата на ДПС-сорайд. Просто у всех мусилки и из-за их основных боевых мусилков и качаных с вами. Мусилки не дают ДПС. 500 СПД, не скажи. Ух, я себе, зато. Сечу тебе лишнюю, даст ДПС-сорайд. Мертвые не дамажут. Тысячу ДПС-сорайд. Тысячу ДПС-сорайд. Четыреста и гилы, тысячи ДПС-сорайд. Ну, сколько у тебя всего я делаю. Без усилков вагилу даже 3000 нет. Ну, типа, мою силу это 10% суда. Надо просмотреть. На других классах я. Ладно, хотя бы может быть попробовать дожить до Берсе, а там что-то даже не получается у нас. Не, мы можем сделать, дожить до Берсе спокойно. И вот тогда моба кайсит. Как тебе вариант, чтобы я спикнул своего Фроста, в мили-зону добавить еще пару человек, потому что сюда максимум 2 пера вылетает. Я буду контролить самых дальних мобов, чтобы они долго шли. Если слишком долго те будут, то... Там, следующие будут уже выходить. У нас 4 лока. Не настолько долго они будут идти. У нас 4 лока, которые кинут в бан-мобу. Ну и проверку. Плюс, плюс, если даже там Ена, ты по одному мобу законтролиться, 4 взорвутся, ну и пусть не... Если я дам контроль, то это там на 20 с чем-то секунд. И я не смогу расконтролить его. Пускай стоит. Пусть, честно. Дима, готов адмирал? Да. Дима, здесь? А можно кислороду 10-минутный кулак? Дубар, тут же есть с криком на А… Нет, Дубар с криком на ХП у нас. Не надо кричать на А… Дима, давай. поехать на эту подготовность. Сейчас пробуем мобов поконтролить. С налогов не надеемся, чтобы они взорвались периодично. Каст пошел, конец каста перебиваем, перебежали. Урон никто не получил, видишь? Каст пошел, перебежали. Бать сколько в миле прилетело нахуй. Ну так блять, хули вы стоите? Конец касты надо перебежать. Где контроль? Нахуй. Нахуй. Верите. там было три хилла умер три хилла упал и прижива как бы рейд то не хилится 4 пусть и заинству чё пусть и заинству номер сразу стал просто тут кажись я так думаю на первый взгляд дети вам прийти подкаст надо в конце каста буквально за 2 секунды до конца за одну секунду до окончания просто блять пробежать вперед чтобы не получить урон от перьев даже в мили-зоне там влетела сразу перьев типа под конец каста перебегать нету смысла потому что он при она привязываю привязывая я вот я тут так заметил что кажись надо добавить перебежку по длине либо как раньше отбегать других вариантов нет только что взорвались 4 моба которые кинулись умели и они шутками они не шутками а не а не буду забирать ли не надо сделать у кого было 40 выжили у кого не было тебя сразу шутку смотрите по тоже вариант водить босса по внутреннему кругу велики выносит можно в центр rdd по внешним можно также оставить как пианист говорит просто переводить его блять не на один лепесток вот сюда нахуй а через один тогда будет все заявить нету смысла чтобы милики отбегали от босса велики должны постоянно сидеть на боссе какая разница дел уже разобьется реакция немножко надо почему-то она не сделала бы милики перебегали его куда-то вели а просто с одного угла фрейма перебегали в другой ты видел сколько блять перья полетела на первом костях 4 полетела до этого 12 все при этом никто урона даже не получил монарод что с монародом сам что мы народу крашится может у меня получать когда я покидаю тело крашится играй на вам тоже есть сложа перед переда ходил но на у всех так и упав такая у меня бывает он дискорд написал заходит если сейчас попробуем подальше босса отводить блин подальше я не достаю тогда хилить вы стоите посередине этот силы которые хилят танк естественно я тогда я тогда рдд только сильно и но прорисуйте линии вот смотрите круг город от совы до звезды вот по этой линии вы стоите около минимальный раньше стоит ближе к внутреннему кругу максимальный рэндж к внешнему кругу мы перебегаем не вперед а в волк все все тут все готовы на позиционку становимся давай на пол каску дай помогу каст пошел прибежали Тест пошел. Прибежали. Зимой БР на кисло. УДД дальше сдвиньтесь и готовьтесь контролить. Кисло прохит. Мобы идут. Удар должен стаст. Перестать. Вперед. Можете тех уже отпускать. Удар попал. Каску дай. Раз пошел. Прибежали. Прибежали. Стоим не тупим. Ну и вот вы типа сейчас нас закрыли. Бежите лужи. И вот это можете. Выбирай. Бежите лужи. У меня БР. Подними, мой народ. Стоим не тупим. Раз пошел. Прибежали. Стоим не тупим. Стоим не тупим. Сейчас будут мобы проявляться. Мобы появились. Первый съелся. Стоим не тупим. Еще два подойдет. Еще один. Все надо босс отводить немножко. Сейчас пройдет три стака. Все нормально три стака прошло. Расхилевайте. Можете остальных отпускать. Пускайте пускай доходу. Б**ть, меня шотнет щас. Я стаков до х**я. Там пять мобов идет. Два за контрольте. Точно третий нужен. Вы его ведете не по кругу. вы упираетесь в стенку здесь какая разница как вам большая там потом ложе закрываю то есть получается так то что босс играется в стенку поднесли от милики а ложились от великов нам потом бедность взрывать мы ведем боссов так чтобы не взрывать лишних лобов видишь то же посмотри 1 каст он начинает я уже сразу отбегают а ты стоишь то есть он кинул лужу в милике он перебежал ко мне а ты стоишь потом жопы тянешь у милики стоят в лужах когда он кастует отбегая на то расстояние куда ты хочешь поставить после каста там еще не в этом проблема там проблема еще в том что нет 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 ты его тащишь жопой тянешь а там у милики поужу бы сушил я его еще оттягивал в сторону банально я его не повертел крутил чтобы лишние стоки от мобов ставил рыбу калат заходи в рейд я только что был уже заходи захожу разгрыз ладно хуй с ним добегу пешечку зайдешь короче эликса треть есть все раздашь каст так дальше в принципе нормально сейчас с пула дадим еру с на этом пуле была пула футболе футболе герой футбол она была суммонится все полосы тело кстати он помогал в начале бежал устава но этот лагерь как обычно ночи проще тоже че только не сделает чтобы не ходить в рейд беды короче радвар куда заходит харада остаешься в рдд зоне вместе спросите так дальше тогда мы сделаем проще чтобы было понятно не все делаем таки первое танково если можно в одну группу посмотрите где-то на 4 части круг ну примерно первое моба при первых мобах отводим в печеньку при вторых ну грубо говоря это для танков я обозначил при вторых мобах босс в ромбике при третьих мобах босс в трусах при четвертых босс в звездочке и при пятых босс в квадрате то есть получается при каждых первых вы отводите на одну восьмую правильно ну смотри да ну типа и визуально делим вот этот ну получается вот этот пол как говорится визуально делим да и перья появились босс вот здесь вторые перья появились босс стоит вот здесь на вторых перьях уже идет вызов моба то есть перья будут там в ебенях босс будет здесь и контролить все нормально будет сейчас для рода еще две метки объясню смотрите вот босс начинается звездочки да так скажу мысленно линию проведите буквы от креста до луны вот линия у кого минимальный range стоит ближе к ресту у кого максимальный ближе к луне и во время коста перебегаем получается ну по кругу и тогда те у кого минимальный range не будет мешать ну максимальный будет будет ок сколько стаки минуту держится тесто да стаки минуту 3 там не прям возле 3 там разница стаков чтобы не сбрасывались стаки по разному они не по секундному они как-то 30 секунд это это 30 секунд как-то еще объяснить это это полминуты это одна сто двадцатая часа я не знаю как объяснишь да я понял это просто смотри тогда что делаем первым танчишь ты вторым танчишь кават третьем танчу я дальше получается кават забираешь тогда когда у кислого будет примерно сколько 6-7 стаков примерно 8 ну не знаю я не по-разному они могут не стакаться секунд 5 за следующие 5 штуки 3 повеснуть ну короче этот во всех есть волос во всех есть волос вы сами понимаете делаю вы держите делаю нет нам не от стаков нам надо а не от количества стаков то есть 30 секунд я держу 30 секунд держит каватом то есть у меня уже 30 секунд остается ты забираешь то есть ты 30 секунд держишь у меня стаки сбрасываются то есть пока два танка по 30 секунд держат третьего танка минута это сбрасывать не от количества стаков а именно от количества секунд 30 секунд 30-35 секунд надо держать вот так давай по 30 секунд то есть то есть первое это ровно через 30 секунд кават забирает ты с него забираешь через через минуту после после того как ну короче через 30 секунд все и там уже у каждого будет ровно вот стаки спали забираем все ну там плюс минус будет пару секунд в любом случае ну да это уже не особо важно так короче далее